В эфире новости Карелии. Здравствуйте! В студии Наталья Ильина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. В целом в рамках ГЧП у нас сегодня порядка 100 соглашений с бизнесом заключено уже в республике Карелия. Карелия стала первым субъектом, который принял участие в проекте по тиражированию лучших практик в области государственно-частного партнерства. Безусловно, я волновалась, такое адекватное волнение присутствовало, но для педагога это нормально. Педагоги со всей Карелии приехали на республиканский этап конкурса «Учитель года-2023». Я долго думала, в каком направлении мне развивается, и журналистика больше всего мне подходит, потому что там все. Сегодня республиканская газета «Детей и подростков» «Моя газета плюс» отмечает день рождения. С импорами пообщалась наша съемочная группа. В Петрозаводске у обелиска «Колокол Чернобыля» состоялся митинг, посвященный 37-й годовщине крупнейшей техногенной катастрофы в современной истории – взрыва 4-го энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. Почтить память ликвидаторов аварии пришли их родственники, представители духовенства, муниципальной и республиканской властей. Сотрудники главного управления МЧС, а также те, кто стоял с погибшими плечом к плечу. Ваш подвиг спас жизни многих. И он останется в памяти навсегда тем, кто ушел, тем, кто отдал свою жизнь в вечную память, тем, кто сегодня в строю слава. На ликвидацию последствий катастрофы были направлены около 1200 жителей Карелии. В живых из них на сегодня осталось меньше половины. Трагедия в Чернобыле нужна не только для нашей страны, важна, но и для всего мира. Мы защитили, считай, не только нашу страну, но и всю Европу, потому что след Чернобыльский был и в Норвегии, и в Швеции. Поэтому это для всех важно. Это предостережение для всех. О том, что нельзя допускать такого грубого обращения с мирным атомом. Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к обелиску «Колокол Чернобыля». Карелия стала первым субъектом, который принял участие в проекте правительства Москвы по тиражированию лучших практик в области государственно-частного партнерства. План взаимодействия подписан до 2025 года. Уже сейчас республика вошла в тройку лучших по развитию ГЧП в России. А в мае будет подписано первое соглашение по созданию в Карелии промышленного предприятия в Кандапожском районе. На нем будут изготавливать детское питание из водорослей Белого моря. На семинаре совещании представители правительства Москвы рассказали о столичном опыте такого партнерства. Александра Моисеева расскажет подробнее. Развитие государственно-частного партнерства – хороший инструмент для развития региона. Сегодня инструменты в сфере ГЧП используются для развития системы ЖКХ, для реализации мер государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов в республике Карелия. В целом в рамках ГЧП у нас сегодня порядка 100 соглашений с бизнесом заключено уже в республике Карелия. Это позволило в прошлом году уже привлечь 8 миллиардов инвестиций. Сегодня РКС, Теплоэнерго и ТГК-1 уже работают на принципах ГЧП, то есть берут у государства объекты, развивают их, оказывают услуги населению и после модернизации снова возвращают к государству. По принципу партнерства предоставляются и земельные участки. Это, например, строительство технопарка, карельские продукты, компания «Алковорд». Дальнейшие планы – офсетные контракты и использование ГЧП для жилищных проектов. Для этого планируют использовать опыт московских коллег. Уже заключен договор о сотрудничестве. Например, у нас есть богатый опыт реализации офсетных проектов, ну, пожалуй, единственным сейчас в России, кто имеет уже прям реализован опыт. Что такое офсетные контракты? Город или регион регулярно для своих нужд закупает те или иные продукты. Это может быть детское питание, это могут быть медикаменты. Далее подсчитывают, сколько такой продукции нужно на продолжительный срок и заключают договор на особых условиях в конкретном регионе. Таким образом, какая-то часть государственных закупок отдаётся одному поставщику. Но взамен этого поставщик вкладывает достаточно существенные средства, то есть сейчас это 100 миллионов, год назад это был 1 миллиард. Но взамен, соответственно, улучшает свое производство и делает его более импортонезависимым. Таким образом, появляются новые рабочие места, а цена на продукцию снижается. Сейчас офсеты – наиболее перспективный вид государственно-частного партнёрства. Александра Моисеева, Варвара Ермоленко, Служба новостей. На Донбасс отправился груз с подарками детям журналистов ДНР, работающих в условиях специальной военной операции. В сборе приняли участие СМИ со всей Карелии. Наша редакция тоже присоединилась к акции. В состав груза вошли канцелярские товары, раскраски, игрушки и сладости. Когда мы кликнули клич такой, своеобразный, что детям журналистов, именно журналистов Донбасса, Донецкой Народной Республики, то есть откликнулись очень много. Именно с районов Карелии, это город Костомукша, город Сегежа, город Беломорск, Кейпудаш, Кем. То есть многие коллеги откликнулись, привезли, потому что у нас складировано это всё в Кондопоге. Вместе с посылками на Донбасс отправится снаряжение для бойцов, маскировочные сети и окопные свечи. Задолженность жителей Карелии по кредитам растет. Волонтеров приглашают помочь сохранить усыпальницу в Сартовале, а выставку кошек в Петрозаводске организовали с нарушением законодательства. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». Задолженность жителей Карелии по кредитам выросла на 53% за три года. Средний просроченный долг увеличился с 4,6 тысяч до 7,1 тысячи рублей. По стране просрочка перед банками выросла в полтора раза. Мэрия Петрозаводска призывает не использовать квадрокоптеры в День Победы. В целях безопасности 9 мая использовать такую технику можно будет только зарегистрированным СМИ и организаторам праздничных мероприятий. Волонтеров приглашают помочь сохранить усыпальницу XIX века в Сартовале. Консервационные работы на памятнике архитектуры пройдут с 6 по 16 июня под руководством специалистов-реставраторов. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте добро.ру и откликнуться на вакансию. Выставку кошек в Петрозаводске организовали с нарушением законодательства. Животных можно содержать на выставке не более четырех дней, а по заявке на проведение мероприятия выделен целый месяц. Предприятию-организатору из Санкт-Петербурга выдано предостережение. Спортсмен из Карелии Константин Семенов дебютировал на первенстве с Северо-Западного федерального округа по бодибилдингу и завоевал первую золотую медаль. Соревнования среди юношей до 18 лет прошли в Санкт-Петербурге. В Петрозаводске пара скинхедов совершила вандал-тур по городу. В частности, изрисовали туалет Карелия Маркета, выразив свое мнение о спецоперации полиции. Надписи могут стать поводом к возбуждению уголовного дела. Дебоширы оставили на стенах символик ураж скинхедов. Дальше подростки выдвинулись к помойке. Там они поорали и побили бутылки. Разрушительный порыв хулиганов не остановил и шлагбаум. Все похождения запечатлели камеры видеонаблюдения. Руководство торгового центра подало заявление в полицию. В Петрозаводске торжественно открыли фестиваль педагогического мастерства, во время которого пройдут профессиональные конкурсы для педагогов. Среди них учитель года 2023. Более 30 участников из 16 районов Карелии поборются за звание лучшего. Представят свои уроки и мастер-классы. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. На конкурсе «Учитель года 2023» педагог Евгения Курила представляет Сартовальский район в номинации «Классный руководитель». В школе Евгения трудится пять лет. В районном этапе конкурса стала лучшей. В рамках регионального предстоит пройти четыре испытания, подготовить видеовизитку, провести беседу со школьниками, мастер-класс для педагогов и классный час. Тема занятия была связана с годом педагога и наставника. «Беседовали мы о том, что наставниками должны и могут быть они сами друг к другу. То есть мы беседовали о взаимопомощи, взаимовыручке, как дети могут научить друг друга каким-то интересным навыкам и талантам. Безусловно, я волновалась, такое адекватное волнение присутствовало. Но для педагога это нормально, ведь мы выходим как будто бы на сцену выступать. И волнение присутствовало, но справилась». Всего же на «Учителя года» три номинации. Учитель, классный руководитель и дебют. Площадкой для проведения в этом году стал Петрозаводский лицей номер один. «Впечатление самое замечательное от конкурса. Я вчера была на уроках у группы математиков, физиков, информатиков. Они участвовали в первом конкурсном испытании «Разговор со школьниками». И разговор прошел очень хорошо, причем у всех. Творчески, креативно». На торжественном открытии участников сразу пяти конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Специалист года Карелии-2023» и «Конкурсы педагогов дополнительного образования сердца дают детям» поприветствовал министр образования и спорта Республики Раван Голубев. Мы в последние годы, конечно, большое внимание, вы видите, уделяем инфраструктуре образования, строительство школ, детских садов, оснащение мастерских колледжей, цифровая образовательная среда, точки роста. Можно очень долго перечислять все мероприятия, но мы прекрасно понимаем, что какие бы стены мы ни построили, какое бы оборудование мы ни купили, качество образования, результаты воспитательной деятельности – все это заслуга педагога и только педагога в первую очередь. Поэтому именно от вас зависит успех системы образования, именно от вас зависит успех наших детей. Для учителей конкурс профессионального мастерства еще и возможность пообщаться с коллегами из разных районов Карелии. Представляю поселок Ляскеля, небольшую, но очень прекрасную школу Петкеранского района. Конкурс «Учитель года» – это особый, очень важный этап, который должен пройти, я считаю, каждый учитель, показать свое педагогическое мастерство, посмотреть на своих коллег, перенять их опыт и все это внедрить в свою педагогическую деятельность. Итоги испытаний подведут до 28 апреля. Победители представят нашу республику на федеральном этапе. Юлия Беряева, Борис Касьянов, Служба новостей. Сегодня Республиканская газета детей и подростков «Моя газета плюс» празднует день рождения – 27 лет. Над каждым ее номером работают школьники. В этом им помогают опытные педагоги-журналисты. Авторы побеждают на всероссийских конкурсах, поступают на факультеты журналистики крупнейших вузов страны и даже берут интервью у космонавтов. О чем еще пишут юнкоры и как попасть в редакцию газеты, расскажет Юлия Бараева. Как написать хороший текст, придумать интересный заголовок и разговорить с собеседника? Обо всем этом расскажут в Республиканской газете детей и подростков «Моя газета плюс». Сегодня здесь открыты три направления – основы журналистики, газетная верстка и графика, фотодело. В редакции на базе специализированной школы искусств абсолютно бесплатно занимаются ребята с 5 по 11 классы. Для многих из них газета – первый шаг на пути к профессии. На занятиях газеты я стала более открытой. Я научилась общаться с людьми, научилась подходить к ним, задавать вопросы, знакомиться. Я пишу много, пишу в разных жанрах, чтобы набить руку и уже потом писать хорошо. Первый номер «Моей газеты плюс» вышел в печать в 1996 году. Тогда это была единственная в Республике газета детей и подростков. Издание зародилось на базе Петрозаводского дома пионеров. Основателями стали педагоги-журналисты Любовь Герасёва и Надежда Ченкова. За эти 27 лет множество наград, побед и сотни выпускников, которые работают в редакциях газет на телевидении и радио. Есть воспитанники моей газеты и среди сегодняшних педагогов. Поэтому традиции и опыт, которые заложили почти 30 лет назад, здесь берегут и передают новым авторам. Традиционные некоторые рубрики, например, одна из старейших – муз-зона. Мы пишем здесь про музыку. И, например, когда фестиваль «Воздух» проходил до коронавируса, наши ребята ходили наравне со взрослыми журналистами и делали интервью с музыкантами, которых знают по всей стране. Ещё одна популярная рубрика «Задай вопрос психологу». По QR-коду любой школьник может анонимно прислать вопрос психологу Николаю Юдину и получить ответ. Одна из особенностей газеты – писать можно почти обо всём. А темы подростки часто выбирают сами. Здорово, когда ребёнок приходит, он может писать и про взаимоотношения с родственниками, и про кошечек-собачек можно начинать писать, или какие-то серьёзные темы, например, про переработку мусора. Вот здорово, когда ребёнок приходит со своей темой, но если у него есть проблемы, конечно, мы помогаем, ищем. Один из свежих текстов и настоящая журналистская удача – интервью с единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса Анной Кикиной. При подготовке апрельского номера сотрудники Юнкора связались с Центром подготовки космонавтов, подали запрос на интервью и его одобрили. Перед беседой, признаются Юнкоры, было волнительно. Мы сидели больше часа, ждали звонка, мы уже думали, что всё, не позвонять, ничего не получится, но в последний самый момент нам позвонили. Всё волнение разом пропало, с Анной очень комфортно, очень спокойно было разговаривать, и я благодарна ей, что она уделила мне время. Многие ребята планируют связать жизнь с журналистикой, но полезны занятия не только подготовкой к поступлению и возможностью публиковаться в зарегистрированном СМИ. Некоторые приходят просто, чтобы научиться правильно выражать свои мысли, грамотно говорить, чтобы кто-то, может, хочет познакомиться со своими какими-то кумирами, теми же музыкантами или поэтами, писателями и так далее. А ещё добавляют Юнкоры, моя газета «Плюс» – это общение, события, поездки и конкурсы. Возможность попробовать себя в абсолютно разных сферах. Я долго думала, в каком направлении мне развиваться, и журналистика больше всего мне подходит, потому что там всё, там и спорт, и разные, допустим, мероприятия, связанные с политикой, с тем, с тем. Я просто разносторонний человек, а в журналистике можно чем угодно заниматься. Новый набор начнётся осенью, но стать Юнкором можно уже сейчас. Для этого достаточно написать любому педагогу в группе ВКонтакте или позвонить по номеру телефона редакции. В моей газете «Плюс» всегда ждут новых авторов со всей Карелии. 25 апреля в Саратове завершились 22-е молодёжные Дельфийские игры России, в которых участница из Карелии завоевала золотую медаль. Студентка Петрозаводского музыкального колледжа имени Раутио Серафима Новикова получила высшую награду в номинации «Народный вокал». Всего в играх участвовали более 2,5 тысяч молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет. Приехали свыше 80 делегаций из регионов страны. В сфере творчества Дельфийские игры занимают место аналогичной позиции олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодёжи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. И это все новости, о которых мы успели рассказать. С вами была Наталья Ильина. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова